доброе утро дорогие мои друзья доброе утро девочки утро доброе вдвойне потому что еще сегодня пятница и потому что работа моя продвигается на прошлом занятии я показала вам рисунки норвежского джемпера мы рассчитали с вами кокетку наверняка каждая из вас подобрала себе рисуночек и начинаем вязать я уже в принципе заходя вперед связала вот здесь 16 сантиметров моей кокетки и мне осталось добавить сюда девочки вот этот небольшой кусочек вот этот небольшой кусочек на синем фоне вот такие красивые белые звездочки цветочки вязала я мою кокетку вот эту кокетку по методу жаккарда жаккард причем здесь на этих более тонких нитках я решила вязать без протяжек то есть с переплетением нити многие девочки пишут в комментарии о я боюсь вязать жаккард я не возьмусь вязать жаккард потому что это так сложно так трудно но готовим мой мастер класс девочки я специально подарок подобрала на такие узоры и такие вот небольшие схемки жаккарда где встречаются только всего две нити две нити разного цвета и в некоторых рядах вообще не встречается вторая нить то есть некоторые ряды можно вязать просто одной нитью это намного упрощает ваше вязание и там где у нас есть две нити я вижу жаккард без протяжки с переплетением нити и получается абсолютно чистый рисунок из этой стороны и я вот сейчас вам покажу уберу мои булавочки и покажу в принципе как наша работа может выглядеть с обратной стороны вот здесь заколю вот так в принципе наш узор выглядит с обратной стороны без всяких протяжек без каких-то проблем без всего ниточка очень мягкая не такая плотная как на прошлом моем свитерочки где я решила вверх вязать вот не таким способом а способом с протяжкой чтобы свитерочек в здесь по кокетке был помягче ну а сегодня я покажу вам мастер-класс как научиться вязать вот такой рисунок просто и красиво чтобы у нас получалось вот с этой стороны в таких узорах в принципе идет смена нити через минимально через каждую одну петельку и максимально уже зависит от узора может быть 1 и 5 1 и 7 и так далее и как же протянуть вот эту нить которую допустим мы здесь вяжем одну лицевую белой нитью и затем нам нужно 7 провязать синий и опять вернуться к белой что делать вот с этой нитью вот здесь на этом участке ее нужно просто перевить аккуратно с синей ниткой как это дело девочки я показываю сейчас мастер-класс на небольшом моем образце на небольшом моем кусочки и так девочки начинаем самого простого переплетения где нам нужно элементарно провязать вот одну петельку лицевую красную допустим я взяла вот такой яркий образец одну розовую красную розовую чтобы у нас с той стороны получилось вот так красиво вот так красиво оригинально и интересно наш узор что мы делаем мы берем нитки точно также две ниточки берем точно также как мы берем и одну и начинаем с вами узор я показываю вам узор на простом образце то есть я покажу лицевой ряд и как делать вот это все изнаночными петлями но в принципе если мы вяжем жаккард чаще мы вяжем по кругу то есть по кругу она намного проще уже не нужно вывязывать изнаночные нити и рисунок вяжется точно также первый ряд 2 3 и так далее и так начинаем что нам надо нам нужно взять вот эти две ниточки две разного цвета я вот здесь подбираю опускаю их пониже и точно так же как мы брали одну нить одну нить мы должны с вами взять две нити вот берем на палец берем две нити допустим эту я сниму петельку и начинаем наше вязание с чередованием наших нитей что я делаю одну лицевую я провязываю красным цветом провязала теперь мне нужно розовую я беру розовую и вот эту ниточку первую провязываю тоже лицевой дальше мне нужно красный цвет я беру красный точно также беру опять же розовый беру красный розовый у некоторых девочки девочек есть специальные разделители нитей я вижу вот так с пальца как будут делать и многие из вас поэтому я показываю вот такой простой вариант опять захватили розовую нить опять захватили по нить по краснее и так вот у вас идет уже ваш узорчик до вяжу до конца ряда и перейду к изнаночному теперь девочки то же самое мы делаем по изнанке если эту петельку снимаю здесь допустим место розовой мне нужно вязать красный я вижу красный изнаночную петельку дальше мне нужно вязать розовую я захватываю розовую петельку вот так дальше мне нужно вязать красную я вижу красную аккуратно аккуратно это все потом с опытом у вас девочки придет все вот это провязывание аккуратно петелек одну одного цвета вторую изнаночную прихватываем розового цвета опять прихватываем изнаночную красный цвет одну изнаночную прихватываем розовый и вторая ниточка у нас уходит вот вы видите вот здесь маленьким таким стежочком идет вторая ниточка я довезу до конца и покажу вам что у нас получается вот так в принципе получается изнаночная сторона опять же в зависимости от того какая нить у вас лежит первое на пальчики стежочки могут быть разного цвета например вот здесь я сделала белые стежочки а здесь у меня идут красные но опять же по изнаночной стороне это абсолютно девочки неважно главное чтоб стежочек получался ровненько причем если вы вяжете слабее вот здесь я вязала послабее стежочек у вас будет немножко побольше вяжите потуже стежочек естественно у вас уже будет потуже теперь переворачиваем на лицо и смотрим что у нас с вами получается по лицу у нас получается вот такая необыкновенная прелесть это самый простой переход самый простой переход одна петелька на одну а мы движемся дальше и я показываю вам переплетение сложнее и сложнее например сейчас мы возьмем одну петлю на ну допустим одну к трем и так мы будем вязать одну петлю красную и 3 петельки будем вязать розовые мы с вами провязываем нашу красную петельку вот она провязалась теперь нам нужно провязать 3 розовые что я буду делать я буду просто обхватывать эту ниточку спицей вот так сверху один раз теперь зайду отсюда снизу я все делаю это медленно чтобы вы могли понять 2 теперь эту ниточку розовую опять же прихватываю сверху 3 теперь чуть-чуть подтянула красную нитку и мне нужно провязать красную вот у нас получается уже жаккард один к трем идем дальше опять нам надо розовую розовую берем сверху розовую берем вот отсюда снизу опять розовую берем вот отсюда сверху и чуть-чуть подтягиваем красную ниточку для чего для того чтобы красная нить потом не было нужно не было видно извините и у нас идет уже рисунок 1313 я провязываю до конца ряда теперь смотрим с вами наш изнаночный ряд там где должна быть вот такая красная протяжка у нас как будто получились изнаночные петельки ну вот девочки смотрите что у нас получается ну разве это не чудо я обожаю вообще такие жаккардовые узоры обожаю из простых лицевых петель и переплетая переплетая ниточки у нас получается вот такое чудо мы с вами научились уже делать переплетение один к трем также точно можно взять один четырем к пяти и так далее перевивая нашу красную вот эту ниточку розовой сверху и снизу сверху и снизу и дальше есть узоры в которых есть другое переплетение уже допустим две петельки через три три через пять и так далее и так далее но возьмем например мы с вами не знаю три петельки через пять возьмем три через пять делаем абсолютно то же самое абсолютно то же самое берем наши две ниточки и начинаем делать начинаем с вами делать первые наши три петли но здесь немножко по-другому здесь немножко по-другому нам нужно будет прихватить вот так снизу нашу ниточку отсюда снизу чуть-чуть либо же как делаю я я в этом случае одеваю ниточки на разные пальцы вот так на разные пальцы и начинаю вязать вторую ниточку и затем вот отсюда снизу я прихватываю еще три вот я провязала 3 теперь мне нужно провязать 5 1 провязываю обматывая ниточкой 2 снизу 3 сверху 4 и еще раз снизу 5 все я провязала 5 розовых опять же красную ниточку нужно чуть-чуть подтянуть чтобы она не было видно в промежутке между розовыми дальше мне нужно провязать 3 красные опять начинаю снизу 1 захватываю эту же красную только уже сверху 2 и опять же ее захватываю снизу 3 здесь я уже ниточки держу на двух пальцах так мне удобнее а вы уже сами приспособитесь как девочки вам удобно и так вот 3 5 3 5 смотрим что у нас сзади сзади у нас тоже на ведущий с фокус сзади у нас тоже обыкновенные изнаночные петельки я провяжу еще до конца ряда и изнаночный ряд и покажу как получается ну вот девочки я провязала изнаночный ряд и провязала еще один лицевой и здесь уже сделала вот такой небольшой узорчик для примера уже не провязала 3 а провязала одну и здесь прибавила светло розовых вот так очень легко и просто будет у вас ввязаться жаккард если вы посидите повяжите потренируетесь немножко поскрепите зубами потому что это все сначала не так просто но потом вот такое чудо у вас будет получаться и такая небольшая для вас такой небольшой совет я когда приехала в испанию это была чужая страна для меня и как прижиться в обществе как социализироваться конечно мне было очень трудно и одна испанка одна такая пожилая женщина сказала ты просто полюби испанию так как люблю ее я так вот и я вам советую девочки чтобы вязалась легко и просто и было желание и не было никаких долговязов на полгода на год просто полюбите жаккард как люблю его я ну а на этом и все идите тренируйтесь и я уверена что вы все захотите связать себе красивый норвежский свитерок всем девочки пока пока и ровных петелек